Яна, ну вот эта вот полезность пищи, безумные самоограничения в плане диет, но ведь хоть иногда хочется от души порадовать себя чем-то сладким и сытным. Конечно, очень хочется. Вообще я на самом деле люблю сладенькое, люблю шоколад и себе позволяю иногда в небольших количествах. Правильно, правильно. В этом не стоит ни в коем случае себе отказывать. Я приготовлю вам тыкву, запеченную в лучших традициях украинской кухни. Ну, прежде всего, необходимо подготовить тыкву к запеканию. А вас тем временем я попрошу мне помочь и порезать на небольшие части кубиками курагу. Обратите, пожалуйста, внимание, я сейчас поочередно, достаточно плотно обворачивать каждую дольку тыквы листиком фольги. Яна, скажите, пожалуйста, а вот в вашей спортивной практике случались какие-то казусы интересные, смешные истории. Знаете, на одних соревнованиях была очень интересная история. У нас было награждение после соревнований, и все призеры выстроились в линейку. Когда говорил президент, тут вдруг неожиданно на лед выскочила черная кошка. Она в шоке, бедная, металась по льду, не знала, что ей делать, проскальзывала, все жутко смеялись. Но самое интересное, в тот момент, когда нужно было ехать, насколько вы знаете, спортсмены делают круг почета. Да, да. Так вот самое смешное было, когда надо было делать круг почета, и все спортсмены на том месте, где перебежала кошка, вдруг начали останавливаться, и все смеялись, не знали ехать или не ехать. Действительно, там выбежала черная кошка на лед, и там даже приостановили соревнования, пока техперсонал бегал и ее ловил. Вот эта первичная заготовка тыквы уже практически выполнена, и сейчас я отправляю ее в предварительно разогретый духовой шкаф примерно на 20-25 минут. А пока тыква запекается, мы тем временем приготовим медово-имбирный соус с изюмом и курагой. Для этого я выливаю на предварительно разогретую сковороду небольшое количество воды. А пока она закипает, тем временем нарежу буквально 20-30 граммов корня имбиря. 2-3 пластинки будет достаточно. Сейчас отправляем туда же, в кипящую воду, нарезанную вами курагу. И предварительно замоченный изюм. Заливаю постепенно, достаточно тонкой струйкой, небольшое количество меда. Яна, обратите, пожалуйста, внимание, наш будущий десертный соус быстро закипает, и я сдабриваю его небольшим количеством свежего лимонного сока. Посмотрите, пожалуйста, наш медово-имбирный соус готово. Выглядит аппетитно. Готовы практически все блюда, и буквально через 2-3 минуты мы подадим их к столу. Ну что ж, мы с Яной очень постарались, и пришла пора продегустировать наше блюдо. Я смотрю, у вас дружная, веселая, спортивная семья. Познакомьте меня, пожалуйста. Наша замечательная бабушка, зовут Юрина Викторовна, которая как раз меня на коньки в 4 года привела, поставила. Это наш не менее замечательный папа, которого зовут Николай Борисович, и совсем уж замечательная мама Марина Самуиловна. Я смею надеяться, что наши кушания придутся вам по вкусу. Приступим. Я тоже так думаю. С большим удовольствием. Андрей, огромное вам спасибо за все те блюда, которые вы для нас сегодня приготовили. Это вкусно и полезно. Субтитры подогнал «Симон»